Всем привет, ребята! Меня зовут Алена, и на этом канале я рассказываю про любительское фигурное катание. Сегодня у нас достаточно важная тема. Хотела поговорить с вами о восстановлении после соревнований, именно со стороны наших эмоций, того, что мы чувствуем. Те, кто подписаны на меня в Телеграме, знают, что недавно я участвовала в соревнованиях. Кстати, вот поставила вам свою медальку и кубочек. Выйдя со льда, я радовалась, но чем больше проходило времени после проката, тем хуже я начинала себя чувствовать. На следующий день я проснулась слегка в стревожном состоянии. Знаете, как будто хотелось удалить Телеграм, Ютуб, и кому ничего не рассказывать, как-то закрыться вообще в себе. А по тренировкам был такой настрой, либо работать на все стоя, давать всю себя до следующих соревнований, чтобы хорошо там выступить и исправить все недочеты, которые были на этом прокате, или вообще бросить все. Да. Я много слышала и знаю о таком состоянии у профессиональных спортсменов, но на самом деле оказывается, что и любители сталкиваются с таким, может быть, в сильно другой степени, но тем не менее. У меня это прошло примерно через день, но чем важнее глобальное событие, тем больше можно занять времени восстановления. И сегодня я хотела поделиться несколькими шагами, которые можно сделать для того, чтобы прожить свои эмоции и чувства, и научиться двигаться дальше, идти вперед к своим целям. Первый пункт — это обсудить с ближайшим окружением свои чувства и эмоции от участия в соревновании. Делать это как можно быстрее, в кратчайший срок после старта. Многие уже знают, что я работаю тренером по плаванию, и на одном из обучений нам говорили, что если произошла какая-то чрезвычайная ситуация или сильное потрясение, то необходимо разделить свои чувства и эмоции с кем-то до того, как вы лежите спать, чтобы это особенно сильно не откладывалось в голове и не наносило такие большие травмы. Следующий пункт — это отдых от спорта. Не сопротивляться тем эмоциям, которые накатывают на вас. Какие бы чувства мы не испытывали, они нормальные. Надо их просто принять, может быть, выписать, осознать, что да, действительно так произошло. Делать то, что вам нравится и то, что приносит вам радость. Следующий пункт — это уже возвращение к тренировкам. Здесь важно обсудить эмоции, которые влияют на результат. Например, в момент соревнования были какие-то мысли в голове, которые повлияли на определенные действия. Не игнорировать их, увидеть свои слабые и сильные стороны. И на основе выводов поставить несколько четких целей на ближайшее время. И к последнему пункту мы уже проработали свои эмоции и чувства. Можем совершить объективную оценку того, что произошло на соревновании. И на самом деле эмоции очень сильно влияют на наши мысли. И поэтому важно их осознавать, анализировать. Обязательно поможет нам понимать себя, выступать лучше. Соревнования требуют эмоционального и физического напряжения. Кажется, вроде, да, я выхожу и выступаю минуты сорок. Но сколько вкладываешь в это дни до, работаешь, все выливается в одну точку. Эмоций много, а потом пустота, опустошение. Поэтому это нормально, что нам нужно время, чтобы восстановиться после. И в зависимости от масштабов события и особенностей спортсмена или спортсмена-любителя. Может варьироваться степень. Может вам понадобится всего несколько часов. Возможно, вам понадобится день. А может быть, кто участвует на Олимпийских играх, это годами прорабатывается. Это все называется психологической декомпрессией. Целью которой является осмыслить весь цикл пережитых эмоций и двигаться дальше. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Буду очень рада вас там видеть. Целую, обнимаю. Всем прекрасных, чистых прокатов, хороших стартов.